Всем привет, дорогие друзья, с вами дядюшка Розе. Там небольшое обновление, вкусные паки, все далее. Также наконец-то можно скрафтить Агатиончиков. Обновление 27 декабря. Добавлена система развития Альянса, магазин Альянса, взносы Альянса только с третьего уровня. Также положительный эффект, предметы можно покупать. Видим Орановские книги в девятом уровне, Альянс Магазина, Зелье Пробуждение, 18 уровень Альянса, Буря 3, Аден 1. Очень интересно, видим взносы Альянса, обычные повышенные щедры. За Адену 2 и за Алмазом. Ордена, Энергия, Опыт. Также добавлена система рейтинга Альянсов. В рейтинг будет входить 100 позиций. Добавлены 2 новых редких Агатиона. Вот такая вот Гаргона, которая закрывает 2 точности. Сопротивление тройному урону, плюс 1%, пробитие блока. Игнорирование снижения урона. Так, Василиск. В защиту он еще идет. Вот такие 2 Агатиончика. Дворец Беоры. Очень неплохой инстант. Я даже там стоял. Ну, конечно, в начальной локации мне там точности не хватало. Буквально точности 20, наверное. В целом, очень неплохо. Если бы хватало точности, было бы великолепно. Свиньи с парадоксом, если бы не сливали, тоже было бы хорошо. Добавляется дворец Беоры. Это уже второй раз он появляется у нас вроде бы как. Есть обычные, куда могут войти все. А дальше уже в зависимости от вашей позиции в клановом Олимпе. То бишь, новичок могут войти только ребята, которые в новичке. Ветеран могут войти только те, кто ветеране. Ну и так дальше. Вот ветераны обычно отличаются мобами. Ветеране намного сильнее мобы. Если в обычном, ну, они очень быстренько ложатся. То и там и дропом также отличается. Но это уже для запущенных ребятушек. Ивент Арфа Королевы. Это типа Зарыча, что-то такое. Торговец Гильдии. Также стоят там NPC, у которых можно купить два свитка. Прошел эти квесты. Там один на Виталочку, а второй на Монетки. Еще синенькие свитки, но они уже за Монетки, их не покупал. Знатоки есть, то напишите в комментариях. Завершается Остров Древних. Обновлена коллекция ивентовых книг. Также добавлены временные коллекции предметов. Обновлены коллекции Правитель Храма. Древний Иллюзорный Камень. Так, добавляются три ивента. Блосовенный Сундук Новому Году. Начиная с 1 января, персонажами 50 уровня и выше, можно получить вот такой вот интересный сундучок. Вот такой вот сундучок, в котором будет Блосовенная Святая Вода. Ордена Славы, знаки поручения. Карта улучшенного класса. Зелье Пробуждения. Два часа подземелья. Также, ребятушки, я всегда читаю ваши комментарии. Там были знаки, которые покупаются за денежку. И вот в этих знаках, да вот, за два знака можно было приобрести карта гарантии легендарного класса Королевы один раз. Или Агатиона. Донатите реальную денежку, то очень прикольно было бы. Да, гарантированно получить фиольчик. Агата или класс. Так, 31 декабря, 22.00. По 1 января, понедельник. Награды будут выдаваться только в течение одного дня. Запомните это. Энергия НХассад. Улучшенный Кристалл. Карта улучшенного Агатиона. Карты улучшенного класса. Чистый эликсир. Магический пергамент. Карты высшего качества. Агатионные класса. Ну, не знаю, очень сильно жирный подарок, слушайте. Мне кажется, чересчур он жирный. Смотрите, чтоб вас не обсыпало. Также два писемка, которые будут приходить утром и вечером. В 9 утра и в 9 вечером. Расходнички. Вы не обращайте внимания, просто сонный. Спать хочу, лучше плев бы поспал. Но надо сделать ивенты. А вот, если мы зайдем в донат-магазин, тут уже намного все вкуснее. Давайте начнем с этого пака. Ну, всегда вкуснее в этой игре. Видимо, такой интересный пак. Тут вот такие вот интересные штучки. Ну, так как это не за реальные деньги, а за алмазы. Ну, тоже как бы за реальные деньги. Но нет гарантированного легендарного. Продолжим с очень вкусного пака. Тут просто в одном паке 500к орденов славы. Знаки поручения. Кристаллы. Улучшенный кристалл. Главное, что тут очень много орденов. Также карты класса. Карты Агатиона. От редкий до легендарный. Карты класса Богини. Высшего качества. От улучшенный до легендарный. Класса Агатиона. По 8 раз. Так, давайте закончим с паком. Я за ежедневный бонус совсем забыл. 10к очков пробуждения. Очень вкусно. Сундук Богини с украшением на выбор. Также, когда вы скупаете 4 пака, вам открывается второй этап. 2000 реликвий. Потом третий этап. Я уже губу закатал. Я хотел купить эти паки. Но потом увидел, что третий этап за алмазы. Такие же паки. Еще 4. Если вы их скупаете, получаете. Карты от редкий до легендарный. На Агатиона и на класс. Бонус. Сундук с рунами. Вы серьезно? Там, понимаешь, реликвия, да? А не с рунами ложь. Такое. Финальная награда. Так, ежедневная награда у нас получается. Вот такой бонус можно брать ежемесячно. Как бы он там или раз в полмесяца он дается. Полторы тысячи алмазов. Вроде бы не колется. Ежедневный бонус на 7 дней, да? Вы получаете 14 карт на выборы. Что вам нужно? Агатионы или классы? Потом дальше мы идем. Кристаллы. По 11 раз. 2 штучки. От редкий до легендарный. Потом ордена славы. Ну, может повести лям, да? Лям ордена славы может повести. 10 тысяч очков пробуждения. Потом от редкий до легендарной карты. Героический легендарный. Один раз. Героический легендарный Агатиончик. И рунки. Ну, такой интересный пак. Я, наверное, на разы возьму. Не вроде бы. Тут же рунки. Рунки, ребят, рунки. Так, с этими закончили. И обычные паки. Где мы скупаем 4 пака на Агатиона или на класс. Получаем на выбор от редкий до легендарный 11 раз карту. Чистый эликсир. 3000 очков пробуждения. Реликвия. Бонусная монета мастерства. Ну, и так понемножку расходников. Карты класса от улучшенной до легендарной. И редкий легендарный. За шквал сайхи мы можем крафтить вот такой вот интересный свиток. Снаряжение у нас в этот раз. Ну, снаряжение такое не виттерсии. Я не понимаю, что плащ луны нет. Здесь вот тоже интересненько. Это все 1% крафт. Редкий до легендарный. 2000 сайхи. Позволяет получить случайный легендарный класс. Жагатион. А, это еще, смотрите, это 5% шанс. Это должен быть написан мифически, если честно. 5%. Геронический легендарный. Дизнаючки пробуждения. Часики в храм. Я бы лучше часики в храм покрафтил. Создание книг наследника. Ну, если они вам не нужны, вы можете их добавить в алхимию. Добавить коллекцию. Почему бы и нет. Вроде бы все, что я вижу. На души скорбота. На лейтси у смешка. Я сегодня сломал 2 пояса, да. Так, это вы видите. То, что я после закрытия трансфера нафармил. У меня было там 3-2 краснухи, да. То, что я всю краснуху сплавил, попродавал. Хотел паки купить. Ну, я их купил, конечно. Второй пак меня не разочаровал. Но не дал то, что я хотел. Хотел хотя бы одну фиол-карту какую-то. Или агат, или карту. Вот, короче. 1600 на руках. 11000 продажа. Все цены по минималке стоят. Ну, пускай будет 12000, да. У Розе немножко лучше по продажам. Но по краснушке, сами видите, на 5000. Также все по минималке стоит. Потому что я или продам эти пояса, начну ее точить. То, что я уже не выдержу. 12, 24к за 15 дней. Думаю, очень неплохо. А, да, плащ силихода на себе оставил. Позавчера вроде бы. Фиол-став не считается. Это было то трансфером. О чем хотелось поговорить? О том, что дядюшка Розе прошел игру. Дальше только какие-то нужны большие вложения. Потому что по-другому никак. Как бы фиол-став есть. Пробужденная фиол-карта есть. Пробужденный агатеон фиолетовый есть. Так, фри игрока. Игра закончилась. Ну, я еще алхимку покручу, да. Там попытаюсь фиол подоставать. Ну, то такое. Ну, а в целом, я не вижу смысла дальше. Бустит дядюшку. Свиньи с парадокс. Мне это сказали, да. Потом доктор Хаус, да. Это стример на ютубчике. Он записал видео. Ну, и он показал эту проблему. Он там взял 74-й. Прокачался. Чтобы пвпшиться с кем-то. Ну, надо очень много вложений. Я такой подумал. Ну, а смысл мне бустить дядю, да. Покрутить алхимку. И логово Антараса. Даже стоять первый этаж. Мне будет хватать с головой. Ну, аса, что ты делаешь? А ну, кыш. Ах ты охреневшая. Смотрите, какая охреневшая оса. То пишите свои мысли. Ладно, с вами был дядюшка Розе. Всем до новых встреч. До новых встреч.